Приветствую вас. Я думаю, что дело здесь несколько не в том, стоит ли вам оставаться с человеком или нет, а дело здесь немножко в другом. Дело здесь все-таки больше, наверное, в том, как вы устраиваете отношения вообще с людьми, вот, как вы взаимодействуете вот в том числе с мужчинами. Вот, ну, со своими мужчинами. Вот. Это важно. Это важно. Это гораздо важнее. Понимаете? Потому что человек, он ведет себя каким-то определенным образом, да, по отношению к вам. И он такой человек. Но вы используете только ссору в качестве защиты, в качестве регуляции. А этого очень мало. То есть очень мало ссоры для того, чтобы как-то вот отрегулировать этот процесс, который происходит между вами. Вот. То есть тут важно важны не ссоры, как, ну, как таковые, да, тут важны не ссоры. А здесь важно именно демонстрировать молодому человеку своему то, что вы, ну, допустим, то, что вам, допустим, не нравится. То, что вы, к примеру, не хотите, вот, то, что вам, к примеру, не по душе, вот, и делать это спокойно, без ссор. То есть спокойно демонстрировать ему неприемлемость его поведение. Вот. Вот. Вот это куда-куда более важная история, чем то, что вы вот, значит, ссоритесь и так далее. Вот. Но личные, личные границы, которые у вас явно не установлены между вами и молодым человеком, нужно расстраивать. Дальше, значит, так, вы пишите, помогите разобраться, мы с молодым человеком живем вместе. Дело в том, что мой мужчина не доверяет мне или он не доверяет в себе, а, как бы, знаете, отсутствие доверия к вам у молодого человека. А проблема исключительно его. Его, не ваша. То есть это нужно понимать, что проблема его. Вы здесь ни при чем. И не вы отвечаете за то, что он, допустим, себе не уверен. Не вы за это отвечаете. Это нужно понимать. С другой стороны, вы выбрали его. С другой стороны, вы его выбрали. С другой стороны, вы, именно вы решили быть с ним, несмотря на то, что он не уверен в себе. Вот. И вряд ли эта неуверенность в себе, она появилась вот, ну, скажем, какое-то время, то есть вряд ли она появилась недавно. Неуверенность в себе, с его стороны, да, ну, скорее всего, появилась, была, точнее, была. Неуверенность в себе, неуверенность в себе, была. Вот. И важно этот момент понимать. Важно отдавать себе в этом отсчет. И решить для себя, да, что вы человека принимаете, например, таким, как он есть, или вы его не принимаете. То есть, тут, в принципе, разницы-то особо нет, да. То есть, какой будет, ну, по итогу, какой будет исход. Это не важно, на самом деле. Абсолютно не важно, какой будет исход. Важно именно то, именно то, как вы себе это, как вы для себя это, значит, ну, демонстрируете, как вы для себя это объясняете. Как вы для себя это, как вы себе это представляете. Вот. Вот это, на мой взгляд, очень важная история. И вот именно с ней, именно в этой, именно с этой историей вам и нужно разобраться. Принимаете ли вы, например, молодого человека таким, какой он есть, или нет. Дальше, значит, так. У меня есть знакомый муж Кулупова, иногда я с ней провожу время по праздникам, и то, когда он не может со мной погулять. Ну, здесь вопрос касается, на мой взгляд, образа жизни вашего, да. То есть, я ничего не хочу сказать плохого, вот. Но, у меня такое ощущение скрадывается, что вы вот, знаете, не можете быть наедине с собой. То есть, вам нужно вот, чтобы с вами гуляли. То есть, когда он не может со мной погулять, я гуляю с кем-то еще. Вот. А почему именно с мужчинами? Почему не с подругами, например, вы гуляете, да? Вот. То есть, поймите правильно, я вас не обвиняю, я просто хочу понять, это образ жизни такой у вас. И обвинять, как бы, ну, его в том, что он делает что-то и вас, это очень деструктивная позиция. То есть, может быть, вы не готовы еще к отношениям, может быть, вы не готовы еще к тому, чтобы, ну, к ответственности в отношениях, да? Несмотря на то, что живете уже достаточно долгое время вместе. Вот. То есть, этот момент, вот, мне кажется, нужно, ну, так же определить. Вот. Самое, что это важная история. Это важная история и это влияет на вас, как бы, да? К сожалению. Дальше. Так. Иногда он говорит, что ему не хватает лишнего пространства и гуляет один, приходит поздно. Я понимаю. Мне, значит, нельзя, потому что мои знакомые, это его знакомый Мышкова Пола. Ну, здесь вы, как будто, знаете, соревнуетесь, что ли, то есть, мне можно, ему нельзя, то есть, ну, такая какая-то история. Вы отношения строите на каких вообще основаниях, вы чего хотите для, допустим, ну, для него? Вот вы для него чего хотите? Именно, именно для него. Вы ему, вы ему чего желаете? А чего он вам желает? Что он хочет? А чего вы хотите? Да? Вот. Почему вы гуляете, например, с его друзьями, а не со своими? Это было бы, в общем, ну, логично, что вы гуляете, и своим друзьям, а не со своими. Ну, вот. То есть, такое ощущение, да, что, как бы, к зрелым отношениям вы не готовы. И самое главное, что ни вы, ни он не воспринимаете, вот, личные границы другого. Вот. Ну, вот, по крайней мере, мне так, мне так видится, по крайней мере. Вот. То есть, я могу ошибаться, конечно, я могу ошибаться, но мне так, мне так видится. Дальше. Так, из-за этого ссоры. Ссоры, опять же, это результат подавления ваших чувств. То есть, когда-то чувства в себе подавили, вы, ну, когда-то, где-то, как-то, ну, вот, подавили себе чувства. И, соответственно, из-за этого возникла ссора. То есть, люди ссорятся, как правило, когда чувствуют какую-то угрозу. Вот. 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 Такое ощущение, да, что вы эту самую угрозу, когда-то, чувствуете для себя. То есть, ссоры нужно брать личную ответственность. За что я ссорюсь? Почему я ссорюсь? Вот. Это очень важная история. Вот. Очень важный такой момент, если вы, опять же, хотите разобраться в своих отношениях. Вот. То есть, не просто решить расстаться с человеком или нет. Потому что, ну, вернайте, с ним будет другой мужчина, будет, ну, будет другой человек. Вот. И, если вы свое поведение не изучите и того, чего вы хотите для себя, например, не поймете, вот, что вы будете повторять одни и те же ошибки. Вот. Кстати, какая штука. Поэтому не торопитесь, ну, ростоваться у мужчины. Не торопитесь. Гораздо лучше будет, если вы предварительно разберетесь в себе, как вы с таким человеком сошлись, да? Почему вы с таким человеком сошлись? Ну, и так далее. Дальше. Так. Значит, после расставания я считаю так нечестным. Это такая, знаете, достаточно детская позиция. То есть, вот, вы ведете себя в этом смысле, наверное, больше по-детски, а не по-взрослому. Потому что вы считаете так нечестным и обижаетесь, как ребенок. Ну, вот, на самом деле, обижаться здесь не имеет никакого смысла, да? Именно обижаться не имеет себе никакого смысла. Потому что это детская и ни к чему не приводящая реакция. То есть, вы говорите, что так нечестно, а что дальше? Что-то вы как будто ждете от человека, что он будет удовлетворять вас, что он будет действовать так, как вы считаете честным. Наивно. Так думаете, что он так будет делать. Ещё если в компании друзей кто-то подойдёт, захочет по-друге, по словам на щелчку, он с ними ссорится и позорит меня этим. А, нет. 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 Если он ссорится, там, значит, ну, с кем-то, он не может вас позорить. Но позорите только вы себя. То есть, вы воспринимаете это как позор. Но почему вы воспринимаете это как позор? Понимаете? Что для вас? Именно для вас что позорного в этом? Ну. Не знаю. Их. Вот этот момент. Нужно. Вам для себя определить. Этот момент вам нужно для себя рассмотреть. почему вы берете ответственность за человека, на себя, вот так вот, я думаю, что таким образом можно ответить вам на ваш вопрос, разберите впервые в себе, да, вот с твоими личными границами с собственной уверенностью в себе, с разграничением себя и вашего партнера по отношениям, и уже после этого можно будет о чем-то говорить, после этого уже вам самой будет очевидное решение, которое вы примете. На этом все, если у вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если он делает его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!